Всем морской привет из солнечной Паттайи. Мы отдыхаем в отеле Амари и посылаем вам всем морской привет. Сегодня мы отправляемся на рынок морепродуктов. Ну, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Вот мы приехали на рынок, на такси за 60 бат по приложению Пол. На фиш-маркете мы хотим купить себе креветочек и гребешков. Ну, а пока прогуляемся, посмотрим цены вместе с вами. Сюда мы отправились во второй половине дня. Дело в том, что ранним утром рынок начинает свою работу, но торговцы утром допродовывают вчерашний уже не самый вкусный, и не самый, может быть, свежий товар. Поэтому мы приехали после обеда. Сюда привозят уже новый сегодняшний улов, и при лавке наполняется свежей рыбой и другими морепродуктами. Найти здесь можно все, что угодно. Различные виды рыбы, и сибас, и красные окуни, различная мелкая рыбьешка, и крабы, и осьминоги, и креветки, и улитки. Идти вдоль торговых рядов нужно осторожно, чтобы не испачкать одежду, потому что со столов стекает постоянно вода. Несмотря на жару, на рынке нет специфического запаха. Обитатели морских глубин разложены в лотках среди колотого льда или плавают в емкости. На рынке представлено все, что обитает в Сиамском заливе, в живом, замороженном, сушеном виде. Предовцы предлагают приобрести кревет, аммаров, осьминогов, кальмаров, крабов, устриц. Торговцы здесь не говорят по-английски, однако выбрать из ассортимента, что вам понравится, не составит вам никакого труда. Цены написаны здесь на картоночках. Итоговая сумма покупки будет показана на калькуляторе, а для общения хватит языка жестов. Каждый, кто приезжает на отдых в Паттайю, старается попробовать различные морепродукты. Тем более в городе они продаются повсеместно. Морепродукты также можно ответ в ресторане, купить в супермаркете или на рынке. Но лучше всего за морскими деликатесами отправляться вот на этот рынок. Всех, конечно же, интересует цена этих морепродуктов. А все очень просто. Цены, указанные в батах на табличке, надо умножить на 2,3. Цена бата, конечно, меняется. Ну, примерно на 2,3. И вы получите цену всех этих вкусностей в рублях. Цены на рыбном рынке не самые низкие. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то вряд ли попробовать вкуснейший деликатес дешево вам удастся в каком-нибудь кафе или ресторане. Еще одним плюсом приобретения морепродуктов на рыбном рынке считается их свежесть и возможность выбора. Не стоит покупать первый попавшийся товар. Пройдитесь, посмотрите, что предлагают другие. Внимательно смотрите, свежий ли товар, и только тогда покупайте то, что понравилось. Наша цель – купить креветки и купить гребешки. И мы хотим тут же на рынке приготовить купленную свежую продукцию. В зависимости от сложности приготовления, цена готовки составляет от 30 до 100 бат. По окончании процесса вас уведомляют о готовности и спрашивают, каким образом вам упаковать. Мы хотим все приготовить и взять с собой в отель. Так как сейчас жарко, но можно все это и отведать в маленьких кафетках тут же на рынке. Так что существуют два варианта. Можно поесть прямо на месте, на территории заведения, либо взять еду с собой в специальном контейнере. Мы ходим, выбираем, ищем себе гребешки. Как же определить, что гребешки хорошего качества? Определить состояние моллюска можно по плотно закрытой ракушке или небольшой щелке между створками. Однако при поднесении руки отверстие створки должно обязательно закрыться. Ну, свежий продукт гребешка имеет приятный морской запах. А также мы хотим купить свежайших креветок. Ну, тут свежесть определить довольно-таки просто. Ну, это отсутствие резкого рыбного запаха. Должен быть насыщенный такой равномерный зеленоватый серый окрас. И панцирь влажным плотно прилегает к тельцу. В наличии голова, усы и все конечности. И при прикосновении все ясное дело, это не должно у вас отваливаться. И голова не отличается по цвету от тела. Да, этот рынок впечатляет своим колоритом. Здесь вы найдете любые деликатесы и свежайшую рыбу, которая была выловлена всего пару часов назад в водах Сиамского залива. Именно для рыбного рынка Паттайя применима греческая поговорка, что здесь есть абсолютно все. Сюда стремятся не только туристы, но и местные жители. Богатый выбор рассчитан на любой кошелек. И предпочтение даже для самых взыскательных гурманов. Помимо морепродуктов и рыбы, здесь можно купить множество сушеной продукции. Те же креветки, рыбные чипсы, сушеные кальмары. Понюхай их. Что бы они у него приморожены? Не пойму. Нет? Нет. Нет, не пойму. Вот они вот такие, 7-7. 7-7. Давай 250. 250. 250. Нет. 280. 280. Нет, это коронавирус. Ремай. Лап. Ну, я сейчас подреку. 260. Нет, нет. Ну что, берем? Берем. Давай, бери. Один? Одну штуку. Один килограмм. Один. 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 Типа. Один. 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 Один килограмм. Один. 25 минут, 130 бак за 2 килограмма, пожарят, приготовят, но мы потом возьмем в муалер. Все, вот дали нам. Ты не представляешь, какой номер. Тринадцатый. Тринадцатый. Обалдеть, опять повезло. У нас креветочки. Нравится. Рыба. Из кафешечки. Мы вернулись с рыбного рынка. Взяли, как вы видели, килограмм креветочек. Нам сделали их барбекю на гриле. И взяли килограмм гребешков. Они у нас с чесночком. Гребешки деликатес. Ну и, конечно, под холодненькое пиво. Все вы знаете, это пиво. Тайское. Ну вот сейчас мы будем пробовать эти деликатесы. Гребешочки особенно. Я уже, честно сказать, попробовала. Очень вкусно. Ну все. Всем приятного аппетита. Смотрите наши выпуски. И всем удачи! Смотрите наши выпуски.